Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-19, в горах местами до плюс 14. Днем плюс 30-35 градусов, в горах местами 21-26, в южной части местами чрезвычайная пожароопасность, местами на территории республики высокая пожароопасность. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем плюс 31-33 градуса. Высокая пожароопасность. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» продолжает мониторинг безопасности пешеходных переходов у школ, детских садов и социально значимых учреждений. Какова оценка состояния безопасности и как прошла проверка, расскажет Дарья Тендит. Меньше месяца осталось до начала нового учебного года. Вопрос безопасности на дороге является частью стратегии комплексной безопасности детей в России, утвержденной указом президента. Подобный мониторинг проводят каждый год в рамках партийного проекта партии «Единая Россия. Безопасные дороги». Мы получили техническое задание провести мониторинг пешеходных переходов вблизи детских садов, школ, других учреждений, связанных с нашими детьми, детские поликлиники, детские больницы и так далее. В состав рабочей группы вошли представитель мэрии Черкеска, представитель госавтоинспекции МВД, представители, сотрудники регионального комитета партии «Единая Россия». Мониторинг происходил около социально значимых мест для детей – детские сады, школы, детская поликлиника и детская больница. В ходе совместного мониторинга на данном объекте возле дошкольного учреждения были проверены пешеходные переходы, дорожные знаки, дорожная разметка, которые все соответствуют требованиям национального стандарта. На данном участке нарушений не выявлено, поэтому все соответствует требованиям. Путь детей от дома до школы и обратно должен быть безопасным. Специальные обозначения на дороге, разметка, дорожные знаки, освещение и светофор. Но также важно проводить с детьми инструктаж о безопасности пешехода. Приглашают представителей ГИБДД. У них есть паспорта безопасности. Детям, соответственно, в рамках этих классных часов дети изготавливают памятки. Эти памятки вложены в дневник, где всегда можно увидеть и схему размещения дорожных пешеходных переходов. Жалоб со стороны родителей в плане безопасности перехода дорожного движения, что касается именно школы, жалоб не было. Несчастных случаев тоже не было по этой школе. Ранее был, но не по вине ребенка. Не по вине ребенка он переходил вот здесь на светофоре нарегулированном и на красный свет проехала машина. Мониторинг показал, что критичных нарушений нет. Информацию о необходимости обновления разметок передадут местным властям. Дарья Тендит, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести Северный Кавказ. Затем вашему вниманию будут представлены публицистические программы на русском языке. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачных выходных и до встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...